17 августа 1934 года. Колонный зал Дома Союзов. Советские писатели собрались на свой первый всесоюзный съезд. Слово для доклада о советской литературе Алексею Максимовичу Горькову. Зал заполнен до отказа, украшен лозунгами и знаменами. Горький благодарно, чуть утомленно улыбается этой массе людей, приветствующих его. Потом смотрит почти сердито, но не может остановить зал. АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогие товарищи! Роль трудовых процессов, которые превратили вертикальное животное в человека и создали основные начала культуры, никогда не была исследована так всесторонне глубоко, как она того заслугивает. Это естественно, ибо такое исследование не в интересах эксплуататоров труда, которые превращая энергию масс, как некое сырье, в деньги, в данном случае, конечно, не могли повышать ценность сырья. Начиная с глубокой древности, от времен деления людей на рабовладельцев и рабов, живой силой трудовых масс пользовались и пользуются так же, как мы теперь пользуемся механической силой течения рек. Первобытные люди изображались историками культуры, как философствующие идеалисты и мистики, творцы богов, искатели смысла жизни. Первобытному человеку приписывалось настроение Якова Деме, сапожника, который жил в конце XVI в начале XVII века и, между делом, занимался философией, весьма любезный буржуазным мистиком. Деме учил, что человек должен размышлять о небе, о звездах и стихиях, и о тварях, которые произошли из них, также о святых ангелах, о дьяволах, о небе и адах. Крайне трудно представить себе двуногое животное, которое утратило бы все свои силы на борьбу за жизнь, мыслящим, отплеченно от процессов труда, от вопросов рода и племени. Трудно представить им Мануила Канта в звериной шкуре и боссово, размышляющему вещи в себе. Отплеченно мыслил человек позднейшего времени, тот одинокий человек, о котором Аристотель в политике своей сказал, человек вне общества, или волк, или зверь. Человек вне общества, будучи зверем, иногда заставлял признавать себя Богом, но как зверь послужил материалом для создания многочисленных мифов о звероподобных людях, так же, как первые люди, о своих лохах, для верховой езды дали основание мифу О'Кентава. Историковые первобытные культуры совершенно замалчивались в полной ясные признаки материалистического мышления, которое неизбежно возбуждало с процессами труда и всей суммой явлений социальной жизни древних людей. Признаки эти дошли до нас в форме сказок и мифов, в которых мы слышим отзвуки работы по приручению животных, открытую целебных трав, изобретению орудий труда. Уже в глубокой древности люди мечтали о возможности летать по воздуху, об этом говорят нам легенды и о Фаэтоне, о Дедалии и Сынеево и Каре, а так же сказках о вредном самолете. Мечтали об ускорении движения по земле, есть сказка о сапогах, о водах. Можно привести еще десятки доказательств в целесообразности древних сказок и мифов. Десятки доказательств дальнозоркости образного, гипотезического, но уже технологического мышления первобытных людей, возвышавшегося даже до таких современных нам гипотез, как, например, утилизация силы вращения земли вокруг своей оси и так далее. Все мифы и сказки древности как бы завершаются мифом по Тантале. Тантал стоит по горлу в воде, его мучает жарка, но он не может утолить ее. Это древний человек среди явлений внешнего мира, непознанных им. Не сомневаюсь в том, что древние сказки, мифы, легенды известны вам, но очень хотелось бы, чтобы основной их смысл был понят более глубоко. Смысл этот сводится к стремлению древних рабочих людей облегчить свой труд, усилить его продуктивность, вооружиться против четвероногих и двеногих врагов, а также силой слова, приемом задоворов, заклинаний, повлиять на стихийные враждебные людям явления природы. Процесс социально-культурного роста людей развивается нормально только тогда, когда руки учат голову, затем поумневшая голова учат руки, а умные руки снова и уже сильнее способствуют развитию мозга. Этот нормальный процесс культурного развития людей труда был в древности прерван силой известных вам причин. Глава траволался от рук, мыслей земли. В массе деятелей явились созерцатели, объясняющие мир и рост мыслей, отвлеченно, вне зависимости от процесса труда, который изменяет мир сообразно интересам и целям людей. И, вероятно, вначале эти люди служили организаторами трудового опыта и были такими же знатными людьми, героями труда, таких мы видим в наши дни, в нашей стране. А затем в их среде зарождается источник всех социальных несчастья, соблазн власти одного над многими, стремление к легкой жизни за счет чужой рабочей силы и уродливое возвышенное представление о своей индивидуальной силе. Представление, которое вначале питалось воспринанием исключительных способностей данной единицы, хотя эти способности были только концентрацией, отражением, трудовым достижением коллектива, рода, племени. И герой являлся цветением массы. Разрыв труда и мышления приписывается историкам культуры всей массе первобытных людей. И воспитание имя индивидуалистов ставится даже в заслугу им, как явление положительного характера. История развития индивидуализма дана с прекрасной полнотой и ясностью истории литературы. Я снова обращаю ваше внимание на тот факт, что наиболее глубокие и художественно совершенные типы героев созданы фольклором, устным творчеством народа. Совершенство таких образов, как Геркулес, Прометей, Микулас Ильянинович, Святогор, далее доктор Фауст, Василий Спремудрый, иронический и удачник Иван Дурак, и, наконец, Петруска, побежающий доктора, полицейского черта и даже смерть. Все это образцы, в создании которых гармонически сочеталось рацию и интуицию, мысль и чувство. Такое сочетание возможно лишь при непосредственном участии создателя в работе творчества действительности в борьбе за обновление жизни. Но, в основе, что именно трудмасс является основным организатором культуры и создателем всех идей, как те, которые на протяжении веков понижали решающие значения труда и источника наших знаний, так и тех идей Марк, которые в наше время воспитывают революционное самосознание и пролетариата всех стран, и в нашей стране возводят трудную высоту силы, кое служат основой творчества, науки и искусства. Для успеха нашей работы нам необходимо понять, почувствовать тот факт, что в нашей Родине социалистический, организуемый труд полуграмотных рабочих и примитивного крестьянства, создав в краткий срок десяти лет грандиозные ценности и отлично вооружился для защиты от нападения врага. Правильная оценка этого факта покажет нам культурно-революционные силы учения, объединяющие весь пролетариат мира. Все литераторы, рабочие фабрики, колхозники все еще плохо работают и даже не можем вполне восходить все то, что создано нами и для нас. Наша трудовая масса все еще плохо понимает, что она трудится для себя и на себя. Это сознание всюду тлеет, однако оно не вспыхнуло мощным и радостным огнем. Ничто не может вспыхнуть раньше, чем достигнет определенной температуры. И никто никогда не умел так великолепно повышать температуру трудовой энергии, как это умеет делать партия, организованная гением Владимира Ленина. У нас в союзе социалистических советов не может быть лишних людей. Каждому гражданину предоставлены широкая свобода развития его способностей, дарования и талантов. От личности требуется только одно. Будь честной в твоем отношении героической работе, создании и безкульцевого общества. Будь честной. В союзе социалистических советов рабочей крестьянской власти призвана к работе строительства новой культуры вся масса народного селения. Отсюда следует, что ответственность за ошибки и наполадки, за брак работы, за все проявления местамской пошлости, подлости, двоедушия и беспринципности надлагается на всех нас и на каждого. И значит, наша критика должна быть действительно самокритикой. И значит, что мы должны выработать систему социалистической морали, регулятора нашей работы, наших взаимоотношений. Мы живем в эпоху коренной гонки старого быта, в эпоху пробуждения в человеке его чувства собственного достоинства, в эпоху сознания им самого себя, как силы, действительно измеряющие мир. Многим смешно читать, что люди изменяют фамилии Свенухин, Собакин, Кутейников, Пупов, Свящев и так далее. На фамилии Ленский, Новый, Партизанов, Дедов, Столяров и так далее. Это не смешно. Ибо это говорит именно о росте человеческого достойности, об отказе человека носить фамилию или прозвище, которое унижает его, напоминая о тяжелом, рабском прошлом, дедов и отцов. Действительность дает нам все больше сырого материала для художественных обобщений. Но ни драма, ни роман, еще не дали достаточно яркого образа советской женщины, свободно и отлично действующей во всех областях строительства социалистической жизни. Заметно даже, что драматурги стараются писать как можно меньше женских ролей. Трудно объяснить, почему это. А между тем, у нас женщина социально равноправна с мужчиной. И хотя она успешно доказывает разнообразие своих дарований и широту своей трудоспособности, равноправие это весьма часто и во многом является внешним, формальным. В течение десятков веков женщина воспитывалась для чувственных забав и как домашнее животное способное играть роль хозяйца. Этот старый гнусный должок истории половины народонаселения и земли следовало бы оплатить мужчинам нашей страны в первую очередь и, в пример прочим, всем мужчинам. И здесь в литературе следует попытаться изобразить работу и психику женщины так, чтобы отношение к ней приподнялось над общепринятым мессианским отношением заимствованным у петухов. Далее я считаю необходимо указать, что советская литература не является только литературой русского языка. Это всесоюзная литература. Так как литература братских нам республик отличается от нас только языком, живут и работают в свете и под благотворным влиянием той же идеи, объединяющей весь раздробленный капитализмом мир трудящихся. Ясно, что мы не имеем права игнорировать литературное творчество нацменьшизм только потому, что нас больше. Цельность искусства измеряется не количеством, а качеством. Если у нас в прошлом гигант Пушкин, отсюда еще не значит, что это армяне, грузины, татары, колюнцы и прочие племена не способны дать величайших мастеров литературы, музыки, живописи, зодчества. Не следует забывать, что на всем пространстве союза социалистических республик быстро развивается процесс возрождения всей массы трудового народа в жизни честной, человеческой, к свободному творчеству новой истории, к творчеству социалистических ритур. Мы уже видим, что чем дальше вперед, тем более мощным этот процесс выявляет скрытые в 170-миллионной массе способности и таланты. Советская литература при всем разнообразии ее талантов и непрерывно растущего количества новых здоровитых писателей должна быть организована как единое коллективное целое, как мощное орудие социалистической культуры. Союз писателей создается не для того, чтобы только физически объединить художники слова, но чтобы профессиональное объединение позволило им понять свою коллективную силу, определить с возможной ясностью разнообразие направлений, ее творчество, ее целевые усталовки, гармонически соединить все цели в том единстве, которая руководит всей трудотворческой энергией страны. Речь идет, конечно, не о том, чтобы ограничить индивидуальную творчество, но чтобы предоставить для него широчайшие возможности дальнейшего мощного развития. Надо усвоить, что критический реализм возник как индивидуальная творчество лишних людей, которые, будучи не способны к борьбе за людьми, не находя себе место в ней, и более или менее отчетливо осознавая бесцельность личного бытия, понимали эту бесцельность только как бессмысленность всех явлений социальных жизней и всего исторического процесса. Хоть отнюдь не отрицая широкой огромной работы критического реализма, высоко оценивая его формальные достижения в искусстве живописи слова, мы должны понять, что этот реализм необходим нам только для освещения пережитков прошлого, для борьбы с ними, вытравливания их. Но эта форма реализма непослужима и не может служить воспитанию социалистической индивидуальности, ибо все критикуя, ничего не утверждала или же в худших случаях возвращалась к утверждению того, что ей уже отрицалось. Социалистическая индивидуальность, как мы видим на примере наших героев труда, которые являются цветением рабочей массы, социалистическая индивидуальность может развиваться только в условиях коллективного труда, поставившего перед собой высочайшую и мудрую цель освобождения трудящих частей мира из-под докажающей людей власти, капитализма. Социалистический реализм утверждает бытие как деяние, как творчество, цель которого непрерывное развитие ценнейших индивидуальных способностей человека, ради победы его национальной природе, ради его здоровья и долголетия, ради великого счастья жить на земле, в которой он своеобразно непрерывно может его потребностей, хочет отработать всю прекрасную зурище человечества, объединенную в одну семью. Наша литература обогнала западную новизную тему и напомню, что многие из литератур наших, современных литератур, подсоединены на Западе еще более высоко, чем у себя народные. Возвращение литературы нашей. Я уже говорил полным голосом и с великой радостью в тридцатом в тридцатом году. С той поры прошло четыре года напряженной работы. Дает ли эта работа мне право повысить оценку достижений наших литератур? Право это мне дает высокая оценка целого ряда книг с новым нашим читателем рабочим и колхозом. Вам известны эти книги и потом я не буду называть их. Скажу только, что у нас есть солидная группа живописцев словом, группа, которую мы можем признать ведущей в процессе развития художественной литературы. Эта группа объединяет наиболее талантливых партийцев- литераторов с беспартийными и последние стараются советскими не на словах, а на деле, посваивая человеческий смысл героической работы партии и рабочей крестьянской советской войны. Не надо забывать, что русской бургласной литературе потребовалось считать с конца XVIII века почти сто лет для того, чтобы властно войти в жизнь и оказать на нее известное влияние. Советская революционная литература достигла этого влияния в 15 лет уже. Высота требований, которые предъявляются в художественной литературе быстро обновляемой действительности культурно-революционной работой партии и Ленина. Высота этих требований объясняется высотой оценки значения, которые предается партии искусству Джинпеси Смолу. Не было и нет в мире государства, в котором наука и литература пользовались бы такой товарищеской помощью, такими заботами о повышении профессиональной квалификации работных в искусстве и науке. Об этой помощи, об этой заботе говорят нам не только организацией ВИЭМ в науке и Литвуза для литературы. Государство пролетариев должно воспитать тысячи отличных мастеров культуры, инженеров души. Это необходимо для того, чтобы возвратить массы рабочего народа, оплитые у нее всюду в мире, право на развитие разума, таланта, способности. Это намерение практически осуществляемо. возлагает на нас, литераторов, необходима строгая ответственность за нашу работу и наше социальное объявление. Это ставит нас не только в традиционную для реалистической литературы позиции судей мира и людей, критику в жизни, но предоставляет нам право непосредственно участие в строительстве новой жизни в процессе изменения мира. Обладание правом и должно внушить каждому литератору сознание его обязанности и ответственности за всю литературу, за все явления, которых в ней не должно быть. Союз советских литераторов объединяет 1500 единиц. В расчете на массу мы получаем одного литератора на 100 тысяч писателей. Это не много, ибо жители скандинавского полуострова в начале этого столетия имели одного литератора на 230 человек. Население Союз социалистических республик непрерывно и почти ежедневно демонстрирует свою талантливость, однако не следует думать, что мы скоро будем иметь 1500 гениальных писателей. А чтобы не обманываться, наметим 5 гениальных и 45 очень талантливых. Я думаю, для начала хватит ответов конечно. В остатке мы получим людей, которые все еще недостаточно внимательно относятся к действительности, плохо организуют свой материал и неубрежно обрабатывают его. К этому остатку нужно присоединить многие сотни кандидатов в Союз, затем сотни начинающих писателей во всех республиках и областях. Теперь я спрошу, зачем организовывается съезд литераторов и какие цели ставит перед собой будущий Союз. Если только цели профессионального благоустройства работников в литературе, то да, и следовало городить, что он грандиозный город. Мне кажется, что Союз должен поставить цели своей не только профессиональной интересы литераторов, но и интересы литературы в ее целом. Союз должен в какой-то мере взять на себя руководство армии начинающих писателей, должен организовать ее, распределить ее по различным работам и учить работать с материалом как прошлого, так и настоящего. Мы не знаем истории нашего прошлого. Предполагается и часть уже начата. Работа по истории уделена княжеских и порубежных городов от времени ее краснования до наших дней. Эта работа должна осветить нам в очерках и рассказах жизни феодальной России, колониальную политику московских князей и царей, развитие торговли и промышленности, картины эксплуатации крестьянства князем, воеводой, купцом, мелким и устанинем, церкви и заключитель этой организацией колхозов, актом подлинного и полного освобождения крестьянства от власти земли, от гнета собственности. Нам нужно знать историю прошлого союзных республик. К этим и многим другим коллективным работам может привлечь сотни начинающих и царей. И эта работа предоставит им широчайшие возможности самообразования, повышение квалификации путем коллективной работы над целым материалом и взаимной самокривии. Нам нужно знать все, что было в прошлом, но не так, как об этом уже рассказывали, а так, как это освещается учением Маркса, Ленина, и как это реализуется трудом на фабриках и на полях, трудом, который организует, которым руководит новая сила истории, воля и разум пролетариата союза социалистических советов. Вот какова, на мой взгляд, задача союза литератур. Наш съезд должен быть не только отчетом предчитателей, не только парадом нашего оборудования, но он должен взять на себя организацию литературы, дело воспитания молодых литераторов на работе, имеющей всесоюзное значение, всестороннее упознание прошлого и настоящего нашей Родины. Первый съезд длился 16 дней. И это были дни напряженной работы людей, которые понимали, что они участвуют в отливке форм самого тонкого материала человеческого сознания. На трибуне Константин Федин. Мы должны прочно усвоить одно положение. Посредственный роман литературе нужен гораздо меньше хорошего рассказа. Плохой же роман не нужен совсем. Но это очевидно и этого мало. Надо изучить самую природу жанра. Нельзя писать романа на материале, требующем обработки в форме рассказа. Нельзя растягивать навеллу в эпопею, а мы слишком хорошо знаем такие эпопеи, смысл которых короче воробьиного носа. Если мы не будем делать таких непростительных ошибок, мы избежим фальши, избежим ходульности, избежим скуки. Мы обязаны быть писателями. Это значит, что мы должны уметь писать. Мы знаем, что мы должны сказать. Мы хотим знать, как мы должны говорить. Это вопрос не только технологии, как принято думать. Нет, товарищи, это вопрос связи с читателем. Мы должны учиться писать, товарищи писатели, потому что наши декларации слышала вся страна, весь мир. И вся страна, весь мир потребуют теперь от нас дела. выступают не только писатели, но и читатели, герои еще не написанных книг. Съезд приветствует забойщик шахта-кочегарка Никита Изотов. По всему Томенскому бассейну строятся новые дома, новые читали, выпускаются новые книги. Мы построили парк, мы построили стадионы, мы построили дворцы. Мы не хотим в старом быте жить. Только нужна культура, только нужна книга. Вы ударите шахтеры, высоко ценим работу советских писателей. Шахтеры Изотовы, рабочим московского автозавода, качихам трехгорной мануфактуры, дояркам колхоза Искра, пришедшим приветствовать съезд, отвечает поэт Демьян Бедный. Дорогие товарищи, я не скажу, что я оратор небойкий, но как ли раз, когда приходится слышать выступления, такие, как вы прослушали сейчас, я волнуюсь и не нахожу слов. Все слова товарищи у них, все преимущества у них товарищи. Вы смотрите, как товарищ Кураш, она мило оговорилась, сказала, рабочие, извиняюсь, писатели. Это просто оговорка товарищи, но ее следует помнить и пользуясь этим случаем, дорогие товарищи рабочие, я хочу сказать, что пора перестать нас называть просто писателями. Мы товарищи такие же теперь рабочие, как и вы. И с вами вместе. АПЛОДИСМЕНТЫ Правильный был упрёк. Мы слышали сейчас. И где бы мы, писатели, не бывали, всегда этот любовный упрёк есть. По двум линиям. По одной линии, что мы ещё недостаточно отобразили величие той работы, которую вы выполняете. Это один упрёк. Другой, что мы персонально больше вам знакомы по книгам, а лично не всегда успеваем везде побывать. АПЛОДИСМЕНТЫ Выступает Лидия Сейфулина. Я буду говорить о вещах очень простых, прозаических, но дающих жизнь писателю в нашей стране, создающих ему то положение, которое мы сейчас имеем. Это первый писательский съезд в мире, и поэтому неудивительно, что мы, пионеры, первые делегаты этого съезда, находились в смущении, о чём говорить с этой трибуны. Учить ли, как писать рассказы, рассказывать ли о своей преданности советской власти, в которой советская власть не может сомневаться. Потому что, будучи писателями советской страны, мы не можем быть враждебными этой стране. Если бы мы были ей враждебны, мы были бы лжецами и не нашли бы своих читателей. Значит, разговор идёт не об этом словесном признании, а разговор идёт об обязательствах, которые это признание на нас накладывает. Цель и задача этого съезда – создание боеспособного, победоносного союза советских писателей, победоносного творческих. Дагестанский поэт Сулейман Стальский обратился к делегатам съезда на своём родном языке. Эту песню стихотворение перевёл на русский язык поэт Алексей Сурков. Не торопясь, сквозь зной и дождь, мы в дальность дальнюю пришли. Товарищ Ленин, мудрый вождь, его увидеть мы пришли. Развеяв прежней жизни хмурь, мы солнце подняли в лазурь. Живи наш горький вестник бурь, мы навестить тебя пришли. Моя великая страна, от рабства освобождена. Проснулись мы от злого сна, проснулись и сюда пришли. Моя великая страна, от рабства освобождена. Моя великая страна, от рабства освобождена. Выступает поэт Владимир Луговской. Пора сдать старому чёрту на рога старые сказки о том, что существует мир для себя, мировой уют для себя, а рядом с ним обязательный, правильный, но жёсткий, не единственный путь коммунизма. Коммунизм – это не узкий коридор. Коммунизм – это всё. Это да здравствуют музы, да здравствует радум. Это мир бодрствующих, борющихся и радующихся. Страшный мир, мир трагедии гибнет. Герой не падает под ударами рока. Герой летит на стальных крыльях, спасая героев. Герой пробивается к тайнам природы. Но если бы даже существовала судьба, то у меня были бы три просьбы к ней. Первая – чтобы дано мне было жить, работать и умереть для светлого мира, моей великой Родины, которой есть новая Родина человечества. Вторая просьба – чтобы сохранилась во мне до конца сила песни, ибо песня – это символ моей великой Родины. Третья – чтобы не покидала меня человеческая отвага, ибо отвага творческая, интеллектуальная и волевая – это то, что написано на знаменах нашей великой Родины. Ты опять со мной, моя отвага. Ты опять сурова и суха. Над тобой свистят, как крылья флага, огненные отблески стиха. От твоих речей черствеют губы. Все отдам, тебя не отдаю. Я носил ее в ладонях грубых, песню ненаглядную мою. На трибуне один из любимейших писателей советской детворы – Самуил Яковлевич Маршак. Книг для детей у нас мало. Мы только и слышим жалобы на то, что нашим детям нечего читать. Потому-то и поставлен вопрос о детской литературе в ряду первых и важнейших вопросов на Первом Всесоюзном съезде писателей. У нас в Союзе есть все необходимое для создания превосходной, замечательной, небывалой в мире детской литературы. Для создания такой сказки, такого фантастического романа, такой героической эпопеи, каких еще не видел мир. Мы не должны рыться в библиотеках, чтобы найти сюжет для эпопеи. Каждый день исправно и аккуратно поставляет нам на нашу литературную фабрику героические сюжеты. Сюжеты можно найти и над землей, и под землей, и в шахте, и в школе, и в поле. И в настоящем, и в прошлом, и в будущем. Потому что будущее нам открывается с каждым днем, а на прошлое мы смотрим новыми глазами. Героический эпос любит молодых героев. Вспомните подвиги юного Роланда. А разве у нас мало героев, юношей и мальчиков, спасающих от крушения поезда, указывающих место посадки самолетом? Но дело не только в сюжетах. Для создания великой детской литературы, для накопления нового эпоса, у нас есть еще одно важное условие. Мы живем в стране, где все трудятся. Это лучшая гарантия того, что наша литература не будет пустоцветом, как во времена Декаданса, что ее сделают люди, сочетающие крепкую практичность с большим размахом мыслей и воображения. На трибуне съезда писателей прославленный полярник Отто Юльевич Шмидт. «Товарищи, находясь на Челюскине и затем на Льдине, я имел силу и судьбы достаточно свободного времени, чтобы думать на разные темы и в частности стараться сделать некоторые выводы из тех наблюдений над новым советским человеком, который можно было сделать в такой своеобразной обстановке, как на Льдине. Мне хотелось бы сказать прежде всего несколько слов о беглых впечатлениях, сложившихся на Льдине, о воздействии литературы на человека. Уже на пароходе до катастрофы я присматривался к тому, как организуют люди Челюскина, моряки, ученые, строительные рабочие свой досуг, свой отдых. И скоро увидел, что чтение литературы для них не заполнение досуга, что они набрасываются на литературу с еще большим напряжением, чем у себя дома или в обычном плавании. Может быть, именно потому, что они находятся в Арктике, где все масштабы грандиозны, где опасность для жизни довольно несомненно, где работа особо напряжена. Эта напряженность общего тонуса заставляет с особенной силой воспринимать художественное слово. И художественное слово звучит в этих обстоятельствах сильнее. Это сказывалось и на том, как читали наших писателей, и на том, какой был спрос на то, чтобы разъясняли писателей. Сказывалось это и в том, какой любовью окружены были представители литературы, находившиеся на Челюскине, товарищ Сергей Семенов, товарищ Сельвинский и талантливые очеркисты, писатели-журналисты, товарищи Муханов и Громов. Но особенно мне врезалась в память несколько картинок с Альдины. Я недооценил все-таки и роли литературы, и каюсь среди приготовленных для выгрузки спальных мешков, продовольствия, самолета, радио. Я не поставил выгрузки судовой библиотеки. Это ошибка. К счастью, несколько товарищей об этом подумали, и у нас было 3-4 книги в лагере. Только всего 3-4 книги. Эти книги сыграли огромную роль в сплочении коллектива. И вот, среди прочих мер воздействия, большую роль сыграло чтение Пушкина. Среди наших 4-х книг был 1 томик Пушкина. Другой, очень популярной книгой, был 3-й том, почему-то случайно только 3-й, Тихого Дона, товарища Шолохова. О всемирно-историческом значении советской литературы, о ее революционном влиянии на творчество писателей всего мира говорили прогрессивные и зарубежные литераторы, гости Первого съезда. Выступает Жан Ришар Блок. Он говорит о революционных настроениях широких масс во Франции, о том, как при попытке фашистского путча вся Франция восстала и коммунисты вышли на улицу Парижа, доказывая волю пролетариата к борьбе. Выступает верный друг Советского Союза, известный датский писатель Мартин Андерсон Некса. Товарищи! Как известно, римские патриции обычно устраивали так, чтобы не слишком много рабов собиралось сразу на городском рынке, чтобы рабы не заметили, как их много. Патриции уже тогда чуяли опасность солидарности. Здесь, в Советском Союзе, мы видим подтверждение тому, что жизненный нерв пролетариата – это солидарность. Присутствие на съезде революционных зарубежных писателей раздвигало стены колонного зала. Иогайнос Бехер в своей речи, которую переводила Вера Инбер, напомнил слова Генриха Манна «Война, которая может быть последним актом отчаяния, обреченного на смерть капитализма, последовательным образом обратиться против Советского Союза, и вооруженная Германия будет послана в качестве авангарда против Советской России». Всеволод Вишневский говорит о необходимости создания боевой оборонной литературы. На Дальнем Востоке день и ночь идуки, день и ночь идут, и идут новые книги, посвященные войне. Генерал Раки в одной из таких книг пишет, предупреждая Японию, «Японцы, помните о том, что на Дальнем Востоке есть город Владивосток. Это значит, что русские хотят иметь Владивосток, они владеют им». До сведения генерала Раки можно довести, что ни во ФЦИКе, ни во всех инстанциях, которые ведают переимены названия, имен и фамилии, нигде не сказано, что мы переименуем Владивосток в город «Возьми, пожалуйста, Восток» или «Отдадим Восток». Товарищи, на съезде, все-таки я должен сказать прямо, замечается недостаток конкретных предложений. Я обращаюсь к конкретным предложениям к истории гражданской войны, к редакторам ее, к Всеволоду Иванову и к другим, которые были на Дальнем Востоке, с таким предложением. Нам нужно немедленно и быстро собрать решительно всюду все материалы по дальневосточной интервенции, по японской интервенции. В напряженной памфлетной форме нужно нам разбить легенду о непобедимости японской армии. Она была бита нами много раз по семнадцатому, девятнадцатому, двадцатому, двадцатому годам. Страница за страницей, дата за датой, имя за именем, мы должны рассказать, как мы били их и как 25 октября 1922 года мы выставили их из Владивостока, куда им нет возврата. Мы на этом съезде сейчас, каждый из нас буквально на голову вырастает. Мы идем сейчас и через год мы ответим партии и стране. Мы дадим новую, огромную, талантливую волну произведений. Мы сделаем то, что нужно для нашего класса. Полностью заплатим наш долг, сказав и спасибо вам за то, что вы ввели нас на этот замечательный путь. Спасибо стране, спасибо партии. Максим Горький, выступая на девятом заседании и потом в своем заключительном слове, говорил. «Уважаемые товарищи, все мы здесь, невзирая на резкие различия возрастов, дети одной и той же очень молодой матери, всесоюзной советской литературы, измерение роста писателя, дело читателя, объяснение социального значения произведений и литературы, дело критики. Мы видим, что наш читатель все более часто и верно оценивает рост писателя ранее, чем успевает сделать эта критика. Примеры. Все же Первый Алексея Толстого, «Капитальный ремонт» Соболева, «Я люблю» Авдеенко и десятка-два еще других книг, написанных за последние 3-4 года. Разумеется, я не склонен проповедовать уравниловку в стране, которая дала и дает тысячи героев, но требует сотни тысяч их. Но я опасаюсь, что чрезмерное захваливание одних способно вызвать у других чувство и настроение вредные для нашего общего дела, для нормального роста нашей литературы. Товарищ Соболев, автор «Капитального ремонта», сегодня сказал очень веские и верные слова. Партия и правительство дали писателю все, подняв у него только одно право писать плохо. Отлично сказано. Отлично. К этому следует прибавить, что партия и правительство отнимают у нас и право командовать друг другом, предоставляя право учить друг друга. учить – это значит взаимно делиться опытом. Только это. Только это. И не больше этого. Я вполне уверен, что если мы захотим, мы научимся учить друг друга, и это быстро отразится на повышении нашей технической классификации. Мы должны не только шапочно знать друг друга в нашей стране, но и читать со всем вниманием, какого заслуживает наша работа. Человек растет в действии. Мы видим, как выправляет людей физическая культура. Нам нужно тренировать нашу познавательную способность. Кратко говоря, нужно учить. Это, конечно, не новому. Это я всегда говорил. И эта возможность широко предоставлена нам. И особенно нужно учиться нам уважению друг по другу. Этого не хватает нам. И это должно быть воспитано в нашей среде. Возможно, что скажут. Я сам в статьях моих о литературе недостаточно уважаю личность писателя. Это будет упрек несправедливый. Я иногда говорю резко, но это я говорю не о писателе, а о его работе. Я в некотором роде единоличник. И я жаден. Мать моя, литература всесоюзных советских социалистических республик, празднует годы своего рождения. По жадности моей я страстно хочу, чтобы она получала хорошие подарки. Страна и правительство глубоко заинтересованы необходимостью свободного роста индивидуальности и представляют для этого все средства. Наш съезд работал на высоких нотах искренного увлечения искусством нашим и под лозунгом восвысить качество работы. Надо ли говорить, что чем совершеннее орудие, тем лучше оно обеспечивает победу. Книга есть главнейшее и могущественное орудие социалистической культуры. Книга высокого качества требует пролетариат наш основной многомеренный читатель. Книги высокого качества необходимы сотням начинающих писателей, которые идут в литературу из среды пролетариата, с фабрик, под колхозом всех республик и областей нашей страны. Этой молодежи мы должны внимательно, непрерывно и любовно помогать на трудном пути избранным деям. Но, как справедливо сказалось Икулина, не следует торопиться делать их писателями и следует помнить о бесплодной убыточной трате народных сил на производство книжного брака. За этот брак мы должны отвечать коллективно. Дорогие товарищи, пред нами огромная разнообразная работа на благо нашей Родины, которую мы создаем как Родину пролетариата всех стран. За работу, товарищи, дружно, тройно, пламенно, за работу. Да здравствует дружеское, крепкое единение работников и бойцов с словом, да здравствует всесоюзная красная армия литераторов, да здравствует всесоюзный пролетариат, наш читатель, читатель дух, которого так красно и взяли честные литераторы России 19 века и который явил, любовно окружает и учится. Да здравствует партия Ленина, вовс пролетариата. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ